Есть замечательный пчелоопыляемый сорт, называется тит. Это тот огурец, который мы можем выращивать как раз на грядах без участия навоза, при этом получать нормальный урожай. Это пчелоопыляемый огурец, который прекрасно плодоносит в открытом грунте. Притом имеет классический огуречный вкус, как на засолку идет, так и на салаты. А у чистосалатный огурец это тугарин. Тугарин имеет плоды длиной до 20 сантиметров, но у них есть одна очень классная особенность. Вам понравится. Пока он маленький, пока он только-только с карандашик толщиной, у него необыкновенно вкусная мякоть. Мякоть сочная и такая огуречная, насыщенного вкуса и очень плотные. Вкусные огурчики. Есть огурцы для теплиц, которые там полностью реализуют свой генетический пнацал. Конечно же, это жандарм. Жандарм начинает плодоносить через 39-40 дней от сходов. Представляете, это один из самых ранних огурцов. При этом обладает устойчивостью к кладосприозу. Это когда пятнышки на огурцах появляются, листья повидают и к тем же устойчивым к корневым гнилям, что и два огурца, перечисленные ранее. И, конечно же, хит прошлого сезона, я уверен, что хит этого сезона, это огурец окунёк. Окунёк с букетным расположением завязи, 3-5 огурчиков. Завязи это нормальное для него явление. Чтобы он хорошо плодоносил, ему нужно удобрение. Раз в неделю подкармливайте комплексным удобрением, например, фертика люкс, для того, чтобы усилить плодообразование. Оно будет лавинообразное. Окунёк, ко всему прочему, также устойчив к корневым гнилям. Для засолки очень хорошо в огурцы добавлять патиссоны. Есть такой патиссон, называется фантом. Масса всего лишь полкило. Если мы срываем их в зачаточном состоянии, когда только-только формируются семянки, режем на 4 части и кладём к огурцам, это просто вот такая великолепная закуска.